Добрый день, уважаемые коллеги! Я еще раз хочу вас поприветствовать. Вчера мы со многими из вас уже встречались. Действительно, очень нужное и необходимое мероприятие организовано, и мы надеемся, что оно получит достойное продолжение своей деятельности. А сейчас я повторяюсь коротко, немножечко познакомить вас с тем, что творится в тепличной отрасли, потому что для нас, конечно, свет, ну, для всех свет важен, ну, для растений и нас в частности, это, ну, одно из первых необходимых мер. Ну, значит, можно... А, извините. Что касается, коротко, динамика водоплощадей до 25-го года, как вы видите, все-таки с 13-го года активно началась модернизация и, конечно, строительство новых теплиц. Динамика площадей, по данным Росстата, ну, здесь очень небольшие есть, конечно, расхождения с нашими данными, но они являются, в общем-то, достаточно достоверными. И вот получается, что к 2025-му году, вы видите, рост значительно увеличился, строительство теплиц, учитывая государственную поддержку, которая была достаточно серьезная, оказана с 2015-го года. Поэтому, вот видите, мы планируем, что к 2025-му году у нас будет 3,5 тысячи гектар теплиц. Динамика валового производства овощей защищенного грунта. Вы также видите, как, в общем-то, прогресс новые технологии, энергоэффективность, насколько сейчас высокий результат получается. Вот средний, например, по сравнению с 2013-м годом, это берется среднестатистически, это 44 килограмма. Но вообще, вот мы показали среднюю урожайность огурца на свете культуре 120, но это не предел, это среднее, потому что сегодня отдельные предприятия получают на огурце 160, 180, даже 200 килограмм. То есть, понимаете, вот эти тепличные комбинаты и липецкие, и липецкагра, и майский тепличный комбинат, они в прошлом году получили в одной из бригад 205 килограмм. То есть, это вообще такие результаты. И томаты тоже, ну, в зависимости, конечно, от самих, есть кистевые, ну, совершенно различные томаты. И, конечно, урожайность немножечко такая усредненная, есть она и выше, и 86 килограмм, и 90 с лишним, но кистевые немножко меньше. То есть, в среднем получается вот где-то в районе 70 килограмм. Хочется вам показать уровень самообеспеченности тепличной продукции. И, как видите, к 2024 году фактически мы достигнем только 75-76 процентов при минимальной медицинской норме 14 килограмм. Вообще в Европе она больше, она в среднем составляет 20-22 килограмма. Вот структура рынка на сегодня, на сегодня, то есть это объем рынка томатов, как вы видите, вы видите, что импорт занимает на сегодняшний день пока большую часть, но мы стремимся к тому, чтобы наше производство постоянно растет, каждый год вводит за тепличные комбинаты, и объем рынка огурца. Вот, так же вы видите, на сегодняшний день составляет производство 84-85 процентов. Ну и вот самое, наверное, такое основное, это тепличные предприятия, тепличные комплексы со светокультурой. Как видите, это круглогодичное выращивание, значит, огурца на сегодня это 390 гектар, томата 250, зеленые культуры, то есть вот получается при общем строительстве за эти последние пять лет чуть более тысячи гектар теплиц, там где-то 1100, у нас светокультуры уже на сегодняшний день 700 гектар, это не считая то, что будет в 2019 году введено. Поэтому это вот одна из основных, один из основных моментов производства продукции вот с помощью светокультуры. Ну и тут вот несколько слайдов хотелось бы показать. Вы, конечно, тоже так все знаете, прогресс тепличного обыщеводства за последние 50 лет, то есть вот как резко уменьшается количество самих светильников, то есть какой там огромный объем был в начале 80-х годов, когда только зарождались теплицы, начиналось теплицестроение и в стране, поэтому за эти десятилетия, вот видите какие цифры на 1 гектар. Кроме того, вот уровень электромощности светильников, он также, как видите, при освещенности 10 кг, в 2018 году, ну вот за последние, можно сказать, десятилетия, в три с лишним раза уменьшилось это количество, то есть насколько все идет вперед. Ну и роль, сама роль искусственного освещения для теплиц, это жизненно важно, необходимо, то есть вот вы видите, самые такие трудные периоды, это с октября по февраль, хотя в регионах, вы сами прекрасно знаете, здесь присутствуют и тепличные комбинаты, конечно, не хватает света уже и там, и сентябрь, и октябрь, да порой и летние периоды тоже бывают, приходится досвещивать. Ну и вот, как говорится, натриевые светильники и светодиодные. Конечно, сейчас очень много об этом говорится, очень много делается, производит, проходит, проводится экспериментов. Конечно, вот с шестнадцатого года светодиодные светильники начали немножечко больше занимать место в теплицах, проводится масса различных экспериментов, поэтому сегодня, вот видите, уже рост их применения, он увеличился. Конечно, наверное, много еще вопросов и проблем вместе с этим возникает, но, тем не менее, это перспективно, это необходимо для всех нас. И немножечко вот позже мы дали этот слайд, и специально я хотела показать импорт овощной продукции. Вот, несмотря на то, что идет такое бурное строительство теплиц, на сегодняшний день есть, и это только огурец и томаты. Здесь нет ни перца, ни баклажанов тепличного, никаких где-то там зеленых культур. Как видите, вот даже взять семнадцатые и восемнадцатые, семнадцатые, восемнадцатые годы, то есть фактическая цифра поставляемого импорта, она не уменьшается, а она даже растет. То есть, но вместе с тем, вместе с тем, у нас есть большое поле деятельности, и рост теплиц, это очень здорово, что увеличивается, увеличивается объем производства, увеличивается, улучшается качество, завоевываются рынки нашей отечественной оборочной продукции, нашей рынки. И во главу угла, конечно, мы ставим качество продукции, ну и вот экспорт, вот видите, он, конечно, очень-очень мелкими шажочками, но он все-таки растет, так что мы уверены, что в будущем это будет более активно. Ну и прогноз строительства и модернизации зимних теплиц вот по России с девятнадцатого по двадцать пятый год, да, конечно, он будет уменьшаться. Сегодня на площадках будет 350 гектар теплиц, но большинство из них, по предварительным данным, где-то около 300 гектар будет введено, остальные будут вводиться в следующем году. То есть, мы еще должны построить не менее 1125 гектар. Это еще не считая того, что у нас с вами на сегодняшний день действуют, функционируют теплицы, которым уже там 30-40 лет, которые нужно, ну, слово модернизация, наверное, не совсем подходит, в общем, полностью их перестраивать, то есть, еще очень много предстоит строительства, я думаю, до 2025 года. И здесь показано именно по нашим, по тем, центральным федеральным округам. Поэтому планы и задачи большие. От света мы надеемся получить самую серьезную и эффективную поддержку, поэтому впереди у нас с вами много целей и задач. Спасибо огромное, спасибо за внимание. Перед тем, как и сейчас новый контракт, но интересный контракт. Я думаю, спасибо. Вы сэкономили время, но все-таки у нас, тем самым, останется 5 минут, но на пару вопросов. Я думаю, докладываю, да, пожалуйста. Сергей Владимирович, я глава, извините, да, можно быть, со всей системы светильников. Микрофон, пожалуйста. А, вот все-таки человек, который вырос в Южном регионе, понимаете, что такой помидор, по всем уважению, вот то есть, когда меня чуть-чуть заняло, в вашу разу, чтобы улучшается качество. Как же я, 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 секундочку, да, я, я, все-таки активно покупаю параметры в ваших сетях, просто проблема качества, собственно говоря, следующая. Не в одной розничной сети купить то, что называется помидором, пока нельзя. Но это мое мнение, как человек, который вырос в Волгограде. Кто знает, что такое помидор, это так, просто как вы сказали слово качество, к сожалению, ну, грамад, к сожалению, грамад мне тоже, он дает какую-то уникальную способность, я служу за осенью трех городов. Это Катракт, это Москва, это Уфа, ну, все розничные сети, вся представленная там продукция, ну, лично по моему мнению, называемым помидором, это не можно, это некий красный статус, страх. Ну, это так, понятно, что нужно работать, нужно развиваться, но, как бы, если мы в свете делаем хорошие вещи, грубо говоря, у тебя там, дело одно, второе, я отвечаю за то, что я делаю. То, что пока выпускают фактические хозяйства, в мое мнение, если человек жил в суббукте, когда он ест этот помидор, он ему кажется помидором. Человек из Краснодарского края пока это не кажется. Поэтому, ну, у нас два, наверное, надо всем работать. Мы должны производить хорошие светильники, а производить селекционеры должны, наверное, хорошие... Должны работник, надо только за пыльник. Все, спасибо. Спасибо, да, понятно. Вы знаете, я думаю, что наши производители за прибылью просто даже не очень получается, гранция. Дело в том, что стоимость того продукта, ну, там, томата или огурца, любого продукта, который вы покупаете, к сожалению, сегодня в магазине он сразу вырастает на 100-200% его стоимость. Это раз. Ну, что касается качества продукции, вы знаете, конечно, ну, не потому, что я там работаю именно с тепличными предприятиями, но я не совсем соглашусь с вами, что, да, может быть, может быть, если вы привыкли к лукогранскому томату, да, есть... Ну, по-вотому к испанскому, а американскому. Да, но вы пробовали и американский, и испанский. И вы считаете, что качество той продукции гораздо лучше. То есть, принимаетесь... Коллеги, давайте дискуссию-то не ищем, все это заходим. Дорогу мчать время. Давайте, давайте сядь, не из председателя, его как-то снушат. Иначе по знаку он никому не чередовал. Не надо превращать 60 минут в сутки скамейки. Но я надеюсь, что вы еще успеете попробовать в ближайшее время или приезжайте давайте вместе попробуем наши томаты, потому что очень часто мы покупаем импортные, те же китайские в том регионе, или, может быть, и турецкие, которые к нам идут 3 недели, 2 недели. И даже есть такие примеры. Огурец шел в кардинере из Китая в Краснодар, кстати говоря, 45 суток, и потом его благополучно реализовали в магазинах. Вот этого мы не должны допускать. Все равно наша продукция качественная, и вы получите все равно лучше. Спасибо. Спасибо. Спасибо.